Денежный вопрос стал причиной серьезного скандала в Ангарске. Там одну из автоколонн подозревают в том, что она на протяжении нескольких лет могла наживаться за счет скупки льготных билетов у пассажиров. Детали схемы узнаете далее. Тайна автоколонны. Пожалуй, именно так назывался бы детектив, написанный на основе событий, происходящих сейчас в Ангарске. Там один из автобусных перевозчиков якобы скупает у пассажиров льготные проездные билеты. Правда, не у всех и не везде. Знают об этом лишь жители деревни Архиереевка и еще нескольких садоводств. И открыто говорят о происходящем на камеру. Я за билет заплатила 150 рублей, а получила 360. На 210 рублей больше. В общем, она принимала 10 рублей, вот этот палончик. Казалось бы, скупают, да скупают. В чем соль? А соль в том, что все это похоже на странные финансовые манипуляции. Дело в том, что за перевозку инвалидов и ветеранов в автоколонне положены субсидии. И чем больше было совершено этих самых поездок, тем больше выплаты. Для сравнения, за один билет льготники платят около 4 рублей. В свою очередь, ответственное министерство за талон отдает перевозчику уже 65. То есть в 16 раз больше. Известно о массовой скупке билетов стало после того, как на одном из пригородных маршрутов сменился перевозчик. А пассажиры предлагают пачками. По 40, по 80. Бабушка говорит, я у дедов забрала, купите у меня вот здесь вот 80 проездных. Ну то есть это 800 рублей, по 10 рублей. Я говорю, женщина, мы не покупаем билеты. А как вы не покупаете? В 19.51 в конце месяца всегда покупают. Вопросов в этой истории еще предостаточно. Мы уже сделали официальные запросы в профильные министерства и правоохранительные органы. И продолжим следить за этой детективной историей. Павел Жулуриф, новости по будням.